Доброе утро! Вот так смотришь, смотришь, а потом бац! И утренний вестник в четверг выходит без деловых новостей. Это не значит, что бизнес кончился. Просто он меняет приоритеты. Ну, все меняется. А вот что осталось без изменений, так это наша рубрика «Чтоб я так жил». Ее вы сегодня обязательно увидите. Ну, а пока вот о чем. Когда внешность обманчива. Кредитной карты нет, а долг все равно есть. Скажите «фас» или «когда кусаются цены». Достал спам? Как достать спамера? Седьмое ноября. О чем молчали историки почти век? Оказывается, половина россиян хотят вернуть праздник 7 ноября. Такие выводы можно сделать из опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». Но, собственно, чему тут удивляться? Для большинства, ну, впрочем, для меня тоже, это наверняка просто ностальгия. Ведь о революции мы знаем по учебникам, книгам, фильмам советских лет. Но ведь о многом и умалчивали. Легенда губернского города о фактах, которые предпочли в свое время забыть. Партнер рубрики «Легенды губернского города» «Окна Алекс». 1917 год, ноябрь, Пермь. И несколько фактов, о которых предпочли забыть в советские времена. Начнем с того, что свободу некоторые поняли весьма своеобразно. Ровно через неделю после того, как в нашем городе было получено известие о свержении временного правительства, о захвате власти большевиками, в Перми начался так называемый «пьяный погром». Толпу штурмовали винные и пивные склады со всеми вытекающими отсюда последствиями. Появились листовки с призывами к еврейскому погрому. Ваханалия продолжалась более двух суток. Порядок удалось восстановить с огромным трудом. С помощью вооруженных отрядов, рабочих Мотовилихинского и Леснеровского заводов. Последний стал впоследствии именоваться «заводом имени Дзержинского». В середине месяца в Перми прошли выборы в учредительное собрание. Больше всего голосов собрали большевики, но только 26,9%. На 1% меньше пермяков проголосовали за кадетов. Более 22,5% горожан поддержали СССР. Как видите, ни о какой всенародной поддержке большевиков и речи не было. Тем более, что за них голосовали в основном солдаты пермского гарнизона. Причем, именно служивые стали зачинщиками того самого пьяного погрома. Вот тебе и стороннички новой власти. А учредительное собрание, не получив днем большинства, ленинца товарищи разогнали. Помните, как умилялись фразой матроса Железняка, заявившего депутатом? Караулу стал ждать очистить помещение. К слову, Железняк был анархистом и, отправившись на гражданскую войну, погиб при туманных обстоятельствах. А власть в Перми большевикам удалось захватить после того, как они добились перевыборов городского совета рабочих солдатских депутатов и объединения его с советом завода Балашова и Матавилихинского завода. Ведь там-то народ горой стоял за РСДРП. Вот только некоторые факты, о которых в советские времена не распространялись. Никита Чернов, Роман Мельничук, телекомпания «Ветта». Теперь 7 ноября – это день воинской славы России. День обычный, рабочий. И никаких масштабных празднований, во всяком случае, в Перми не намечалось. Ну, разве что митинг. А так город живет своей привычной жизнью. Офисы и предприятия ждут сотрудников, а вузы – студентов. Кто сказал, что в Пермском кампусе выше школы экономики учатся только пермики? А вот и нет. Мы только что познакомились с ребятами из Глазова. Представляете, все они приехали сюда из одной гимназии и даже учились в одном классе. Но теперь выбрали разные специальности. Я будущий менеджер. А я иду. Ребята, а если не секрет, какое расстояние разделяет Перми Глазов? 4,5 часа, поэтому мы временно переселились сюда. Оказывается, наши герои хотели учиться именно здесь. О высшей школе экономики они узнали уже давно. Услышали от старших товарищей – выпускников родной гимназии. Говорят, в прошлом году сюда поступила из Глазова пара-тройка человек, а теперь приехала целая делегация. Их часто можно увидеть вместе, даже в библиотеке. Библиотека, как вы видите сами, очень классная, она комфортная. В этой библиотеке можно все, что угодно найти. Вот любую книжку, какую-то захочешь, все можно найти. Как встретили их вышки, как прошли первые недели обучения и оправдались ли ожидания. Обо всем об этом первокурсники рассказали на встрече с директором высшей школы экономики в Перми Галиной Володиной. Здесь очень интересны преподаватели в плане того, что у них интересная методика. Они как-то зацепляют чем-то, они рассказывают очень интересно. И это здорово. Очень много знаний дает в высшей школе экономики и очень много перспектив после уже выпуска отсюда. Учиться здесь сложно, но очень интересно. Больше всего понравилось английский, потому что я все понимаю. Но, наверное, уже поняли самое главное. Главное – это каждый день работать. Хотя бы полтора-два часа, но каждый день. Чтобы быть в струе, чтобы быть в рейтинге, чтобы не копить никаких долгов. И тогда все будет хорошо. Вот просто каждый день трудиться. Киногородним студентам здесь относятся с особым вниманием. Ведь когда ты далеко от дома, так важно, кто тебя окружает. Да и вообще обстановка. Она должна быть домашней. В высшей школе экономики все студенты, приехавшие из других городов, получают место в студенческом общежитии. Это наше общежитие. Мы здесь живем с первого дня. Как-то приехали. Мы все, пойдемте. Мы здесь питаемся хорошо, мы сами себе готовим. И сейчас мы будем готовить в литрницу. Такая прям хорошая общага. И как бы всего много у нас некоторые рассказывают, что, например, один душ на все общежитие. Или что очереди огромные стоят на кухне. У нас такого нет. У нас нет ни очереди ни на кухню, ни в душ. Всего достаточно вообще. Настя рассказывает, как живут современные студенты. В каждой комнате есть холодильник. На каждой кухне новая плита и микроволновая печь. Наши герои признаются, немного скучают по дому. Но студенческая жизнь им нравится больше. Они уверены, выбрали правильную дорогу. Из других городов в Пермский кампус приезжают не только студенты, но и преподаватели. Владимир Блинов представляет Московский госуниверситет имени Ломоносова. Сегодня он здесь, в вышке, чтобы прочитать курс лекций «Политическая психология». Про Пермскую вышку я слышал достаточно много и от московских коллег. Что это динамично развивающийся филиал, что здесь очень активно ведутся программы образовательные. Мне понравилось, вот, и я решил начать сотрудничать. Вышка нон-фикшн. Пять мифов об учебе в вышке. Оказывается, есть пять мифов о высшей школе экономики. Один из них, мол, вышки говорят только на английском языке. Но это не так. О кафедре иностранных языков смотрите в следующем выпуске. До встречи. Партнер проекта – Национальный исследовательский университет, Высшая школа экономики, Пермь. Вот на работе, на лекции, на совещании, в транспорте, и даже дома, когда ты видишь уже седьмой сон, они тебя достанут. Это я про спамеров. Мобильный уже давно стал напоминать стенд для бесплатных объявлений и рекламы. Но что-то с этим можно наверняка сделать, а? Мы задали этот вопрос представителю крупной компании сотовой связи. Комментарий недели. Мы закончили монтаж оборудования специальной платформой, которая анализирует все эти смс-рассылки и выявляет и блокирует различные смс-спам. В этом же, конечно, могут поучаствовать и абоненты. То есть, если вы считаете, что данная смс, которая вам пришла, это спам, вы можете сообщить любым доступным способом, то есть, либо позвонить в колл-центр и сообщить об этом смс-ке, и с какого номера она пришла. Вот эта информация будет внесена на платформу, проанализирована, и действительно, если это смс-спам, они будут в дальнейшем там блокироваться. Все четвертого поколения – это высокоскоростной мобильный интернет, в которой на сегодняшний день технология позволяет пользоваться скоростью мобильного интернета до 50 мегабит в секунду. В дальнейшем при развитии сети эти скорости будут еще расти до 100 мегабит в секунду и выше. На сегодняшний день тестирование показывает, что средняя скорость – 20-30 мегабит в секунду. Для того, чтобы подключиться к сети четвертого поколения, для этого необходима сим-карта, так называемая U-SIM, которая поддерживает стандарт 4G. Но в Перми мы на самом деле, эти сим-карты уже доступны горожанам с начала этого года, поэтому, кто подключался не так давно, у них уже эти сим-карты поддерживают сеть четвертого поколения, и достаточно воспользоваться только устройствами, которые поддерживают сеть 4G. Вот тут вполне приличная сотовая связь, да и от города на машине, ну, всего-то минут 30. Но вот часовня, которую здесь обнаружили наши корреспонденты, не похожа ни на что, когда-либо созданная руками человека. Это надо просто видеть. Александра Патокина в поселке знают все. Можно сказать, местная знаменитость. Неудивительно, ведь под окнами дома у него стоит своя собственная церковь. Очень необычная, с первого взгляда напоминающая космический корабль. Такое количество куполов вы не найдете ни на одном храме. Из книг знал я, что раньше были случаи, когда имели люди свои приходские небольшие церкви. Поэтому так и я решил сделать. Началось с того, что подвернулись, купола достал, а потом уже стал искать им применение. Ну и построил для своей семьи. Все материалы для строительства Александр Маркелович закупал сам. Спонсоров не казалось, желающих помочь тоже. Например, купола на церкви – это обычные светильники для рассады, которые используются в теплицах. Я считаю, что причудо, да. Если, в принципе, дома довести, так, может, и нормально будет что-то дома довести, так. Но много работы надо с ней, конечно. Никто это не помогает, все на свои деньги. Строительство началось еще в 2001 году. И до сих пор продолжается. Все дело в том, что материалы стоят недешево. Есть и другая проблема. Земля, на которой стоит часовня, муниципальная. И поэтому постройка считается незаконной. Да и разрешение церковной епархии требуется. Частище тогда у меня приезжал тут из Лобаново. Поосвещал как бы место. Ну и, конечно, не до конца оформлено. Главное, что земля под ней не оформлена, поэтому ее надо переносить. И делать выше, красивее, естественно. Здесь уже надо было большой крест вырезать. Надо переносить на этой стене. Сейчас, видите, там селение появилось. Надо красиво сделать. Для того, чтобы сделать все красиво и правильно, требуется еще два года. Подсчитал Александр Маркелович. Нужно купить и оформить землю под собственный храм, получить благословение церкви, перенести и достроить часовню. В окончательном варианте, по мысли самобытного зодчего, куполов на ней должно быть еще больше. Примерно 150 штук. Денис Пальчиков, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Ну что ж, будем ждать откликов. Уверен, что этой темой заинтересуются и наши коллеги из печатных СМИ. Ну а пока о том, что уже написали. С интересом посмотрю и почитаю вместе с вами. Мы сталкиваемся с приватизацией общественного пространства. В администрации Перми прошли публичные слушания по внесению изменений в генплан города. Читаем в электронной версии еженедельника новый компаньон. Эксперты назвали предлагаемое строительство подземного торгового центра на Эспланазе, в связи с чем и предлагается изменение зонирования этой территории на общественно-деловую зону торжеством бесцельных технологий. Изменение зонирования Эспланады приведет к отделению некоторых групп жителей от использования этой территории. Впрочем, звучали и мнения о том, что население города не гордится Эспланадой. И согласно статистике, более 70% пермяков считают эту площадку непригодной для жизни. Комиссия по землепользованию засомневалась в возможности снять высотные ограничения для застройки Астры, пишет коммерсант. Комиссия по землепользованию застройки рассмотрела заявку об изменении предельных параметров высотности в квартале, ограниченном улицами Советской, Куйбышево, Петропавловской и Тополевым переулком. Компания застройщик просит изменить ограничения по высоте застройки с 20 метров на 42 метра для строительства жилого комплекса. Публичные слушания по проекту планировки этой территории прошли в начале октября. Архитектурная концепция, предусматривающая строительство выше 20 метров, получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Однако не все члены комиссии по землепользованию согласились с изменением лимита по высоте. Подробнее в материале Светланы Быковой. Точка принятия решения о статье под таким заголовком читаем в еженедельнике «Аргументы недели». Дискуссия вокруг переноса коллекции Пермской художественной галереи и здания Спасо-Преображенского кафедрального собора продолжаются не первый год. Однако никакого четкого решения до сих пор не сформулировано. А тем временем на самую большую региональную экспозицию уже засматривается столица, пишет автор статьи Юлия Андреева. Вся коллекция Пермской галереи – федеральная собственность. Это подтверждает и искусствовед Александр Севастьянов. Июльский день 1989 года не предвещал беды. Но, возвращаясь с дежурства капитан милиции Виктор, Еремин заметил подозрительных людей. Схватка с преступниками оказалась для него смертельной. В день памяти погибших при исполнении служебного долга звезда публикует очерк о герое, именем которого в Перми названа улица. Почти на 2 миллиарда рублей похудеет краевой бюджет между первым и вторым чтением. Об этом мы рассказали накануне в пресс-параде. И, как всегда, от чего-то придется отказываться. А вот в какой сфере расходы краевой казны сокращать нельзя? Об этом мы спросили пермяков. Все-таки бюджет – это налоги, которые мы с вами исправно платим. И вот что люди говорят. Все равно все должно датироваться. Не могут такие организации работать самостоятельно. В сфере образования. Ну, это же на будущее все. Допустим, на образование вы можете откладывать? А медицина – это бывают такие экстренные случаи, когда необходима будет помощь именно государству. Образование. Я думаю, все социальные сферы должны финансироваться государством. Все сферы деятельности нужно только финансировать, финансировать и финансировать. Свежий букет на несколько лет. Рубрику «Люди говорят» представляет магазин «Вермонт». Скажите «ФАС». Да нет, нет, это я не про собак. Так называется наша новая рубрика. Ее вы увидите буквально через пару недель. Информация очень любопытная и очень полезная. Скажите «ФАС» – это не очередная рубрика про собак. Если кто здесь и кусается, так это высокие цены, на которые Пермская антимонопольная служба вместе с нашей телекомпанией открывает охоту. Борьба с доминирующим положением на рынке – и так рутинная работа «ФАС». Вот только знают о ней немногие. Помимо всего прочего, зачастую мы сами не знаем о том, какие товарные рынки у нас на территории Пермского края являются монопольными. Потому что есть город Пермь, где в принципе все понятно и известно. Есть города-края, про которые на самом деле нам не направляется информация. Как правило, очень мало жалоб со стороны граждан. Хотя есть обращения в органы местного самоправления, муниципалитеты этих граждан, но до нас эта информация не доходит. Практически каждый день мы сталкиваемся с обманом. В новогодние праздники в три дорого платим за такси, летаем до Москвы в хвосте самолета, как будто первым классом. А некоторые продукты питания уже меряем столичным кошельком. Пермский «УФАС» вместе с Максимом Сухановым начинает ревизию цен. Просьба к пермякам принимать самое активное участие. Ведь работа антимонопольной службы строится на обращение граждан. Наша задача на сегодняшний день – довести до потребителей, в первую очередь, о том, как необходимо обращаться в антимонопольный орган, что необходимо представлять и в каких случаях необходимо к нам обращаться. Все обращения о нарушениях будут проверены и размещены в открытом доступе, а самые громкие найдут отражение в нашей рубрике. Если вы хотите получить конкретный ответ на вопрос, например, почему подорожал хлеб или домашний интернет, просто скажите «УФАС» совсем скоро на «Ветте». Юлия Чистых, Михаил Турбовский, телекомпания «Ветта». Но вот если вы приходите домой, а на столе угощение и праздничный торт, и при этом на ваш вопрос жена отвечает, что сегодня вы будете отмечать совершеннолетие ее шубы, даже ботинок не снимайте, разворачивайтесь и вперед на ярмарку казанских мехов. Почему именно туда? Ну, нет-нет, я не настаиваю, но мне почему-то именно так сказалось. Грядет зима, а вместе с ней наступает и сезон меховых обновок. Казанская меховая фабрика предлагает более 500 изделий, изготовленных с учетом последних тенденций. Из меха норки, мутона и малораспространенного ранее астрогана, которому предвещает успех этой зимой. Астроган – это новое слово в продвижении модной одежды из овчины. При пошиве изделий используется полуфабрикат премиум класса «Астроган». Она бархатистая на ощупь, прекрасно драпируется, великолепно садится по фигуре. Выделка изменяет мех до неузнаваемости, однако не уменьшает его теплозащитных свойств. С прошлого года в моде остались икс-образные силуэты, большие воротники. Выбрать есть из чего модели пушных изделий предостаточно. Короткие не помешают вести машину, а шикарные шубы в пол или летящая норка с женственным капюшоном спасут от самых сильных морозов. Мне бы интересует длинная шуба с большим шмехом. Качество всей пушнины различается. Это касается как самих материалов, так и технологий их выделки. Меховые фабрики идут в ногу с прогрессом и используют новейшие способы обработки, позволяющие шубке сохранить форму и блеск в любую погоду. Фабрика Артика использует итальянские лекала, но адаптирует их под особенности телосложения российских женщин. Поэтому наши размеры соответствуют общепринятым стандартам. Оценить качество российского меха можно в ДК Гагарина. Выставка продлится до 20 декабря. Юлия Чистых, Олеся Галибус, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Вот главное – кредитку не доверять никому. Но вот жене можно, она ведь ничего бесполезного не купит, к тому же она инстинктивно все несет в дом. Но вот сейчас еще поподробнее узнаем, а что будет, если кто-то кредитку просто потеряет. Партнер рубрики «Компания Аллея». Альтернативные источники энергии. Аллея. Обустрой свой дом правильно. Доброе утро. Платить по счетам, пожалуй, самая неприятная вещь на свете. Особенно, если вы не предполагали, что задолжали. Бывает так, что, меняя одну кредитную карту на другую, мы забываем сообщить об этом банку. Банк продолжает считать, что мы являемся его клиентом. А значит, в один прекрасный момент может предъявить счет за свои услуги согласно кредитному договору. Поэтому, если вы решили, что вот эта кредитка вам больше не нужна, процент слишком высокий, а льготный период слишком короткий, необходимо прийти в банк и закрыть счет. Но прежде уточнить, есть ли задолженность по кредитам. Итак, всего три шага. Первый – узнать, есть ли долг, и вернуть его. Второй – заполнить заявление о закрытии счета. Третий – вернуть карту банку. Банки вам должны выдать справку, что задолженность по кредиту отсутствует, и уничтожить вашу карту. Процесс закрытия может затянуться на месяц. Банк будет подсчитывать все операции. И еще стоит помнить, когда срок действия карты заканчивается, новая карта выпускается автоматически. Поэтому о своем решении следует уведомить банк месяца за полтора до завершения срока действия карты. Иначе вас может ожидать штраф за то, что вы не воспользовались новой кредиткой. Вовремя расставайтесь со старыми обязательствами. Это были «Правила денег». Вот где без потерь не бывает, так это в малом бизнесе. Но на ходах там удовольствия, невероятного драйва в достижении цели значительно больше. У нас есть специальный проект. Он так и называется – «Такой большой малый бизнес». Анастасия Петухова с уважением и пониманием ко всем участникам этого бизнес-процесса рассказывает. Иван Михайлович и Вера живут душа в душу. Все делают вместе. И бизнес у них один на двоих, камнерезный. А начинали-то как? Я же по специальности учитель. А работы нет. Пошла. Продали телку, деньги получили. И набрали изделий. И поехала в Москву. Вера в прошлом учитель физики в 90-е стала, так сказать, торговым представителем. Мастеров Красного Иссыла прославила на всю страну. Поделки вместе с мужем привозила в Москву, Санкт-Петербург, даже во Владивостоке Новый Уренгой. Работы наших камнерезов покупатели до сих пор ценят высоко. Вот только каждый раз удивляются, узнав, что фигурки из селенито изготавливают в бане. Красный Иссыл – село Мастеровых. Говорят, здесь почти в каждом дворе есть своя банька. По-белому, потому что вся усыпана в порошке лунного камня. Селенид – редчайший минерал. Здесь, в Ординском районе, пожалуй, одно из самых крупных его месторождений на планете. Отсюда – банный промысел. Вот по этому треску надо просто раскалывать. Вот видите, сколько получится. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять камушков получится. Вот десять изделий из него можно сделать, из этого камня. Вот видите, здесь полосочка. Вот это корешок. Вот, с корешка он растет. Не десять лет надо, не двадцать, не тридцать, не сорок. А это столетие. Может быть, лет пятьсот, шестьсот. А это что вылезет? Тоже чернота, посмотрите. Они-то два красивых. Ну, 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 ну. Ну, это мы сделаем тут с разрисовкой. Ладно, это тоже вот тогда сделай. Вот это сделай и другое сделаем вечером. Работы порой так много, что приходится подтягивать в мастерскую камнерезов односельчан. Константин почти каждый вечер приходит помогать. Понимаете разницу между художником и резчиком? Художник – это человек, который, говоря по-русски, шизует, выдумывает. Сделал там за месяц, два, три изделия и все. Я вот не художник. Ну, я резчик. Так. Об одном здесь только жалеет. Учеников нет. Селинит, хоть и податливый камень, поддается не всем. Может, отыщется еще среди местной молодежи свой Данила Мастер. Но пока семья Бурцевых – одна из немногих, кто продолжает ремесленную традицию. У Веры дед был камнерезом. От него и досталась любовь к камню. Музыку включу, и все. По 300, по 200 штук за ночь. А потом еще нужно помировать. Когда я не стала работать в школе тогда, где-то тяжело жилось. Вот. Все. Работать стали. А если бы, я так сейчас думаю, если бы не работали, как бы жили. Что не делается, это к лучшему. Я вот и нисколько не жалею. У меня, во-первых, и всю страну обвезлила. Что я что-нибудь. Во-вторых, это интересно. Вот такой большой малый бизнес. Бурцевы объехали всю страну и каждый раз возвращались в родное село. Вера говорит, даже если бы предложили уехать за границу, все равно бы осталось в Красном Ясиле. Во-первых, есть сосед Савелий, которого семья полюбила как родного внука. И помогает воспитывать. А во-вторых, здесь еще очень многое надо сделать. Вера Степановна помогала нашему священнику составлять эти документы, чтобы выиграть гранты на восстановление храма. Ну, что, по-моему, два раза выиграли. Деньги выдали. Вот они крышу перекрывали, там внутри что-то делали. Так что, общественная работа, как говорится. Мне нравятся старинные храмы. Но ведь единственное здание в Ясиле, что вот такое здание старинное, и как его в негодности, чтобы оно ушло, не бить ее. Нет, надо это сделать. Помогать и никогда не отказывать в помощи черта национального характера. То, что удивляет иностранцев и заставляет нас гордиться за земляков. Традиция, которая повелась со времен Строгановых, близкая нашим героям. Если ты промышленник или предприниматель, то еще и меценат, и попечитель. Иначе и быть не может. Программа создана при поддержке Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. До чего же обманчива внешность этой небольшой темпераментной собачки с оригинальной прической. Выглядит Кэрри Блю Терьер, как плюшевая игрушка с такими глазами-бусинками. И, казалось бы, идеально вписывается в роль декоративного питомца. Этакого домашнего эльфа. Но не тут-то было. Прямо сейчас рубрика «Чтоб я так жил». В эфире программа «Животные. Чтоб я так жил». С вами Яна Кунавина. Здравствуйте. Сегодня мы гуляем в лесу с замечательными кариблю-терьерами в компании Михаила Юрьевича Пермякова. Давай будем спрашивать твоего хозяина все про твою породу. Я эту породу держу с 1981 года. С каждым годом я влюбляюсь в Кэри все больше и больше. Но у вас питомник. У меня питомник. Уже 11-я генерация моего разведения. Чем так замечательна эта порода? Почему вы так преданы ей? В Кэри сочетание всех, наверное, хороших качеств, которые могут быть в собаке. Средний размер. Собака не линяет, без запаха шерсти, имеет великолепную нервную систему, активно в любое время суток, имеет хорошие мозги. Это немаловажно. Я на самом деле была потрясена тому, как они меня встретили. Собаки безумно доброжелательные. Это генетика, которую мы ведем на протяжении 32 лет в питомнике. Хотя в целом порода, как правило, очень доброжелательна к людям. Кэри насчитывает 200 лет с лишним в чистопородном разведении. Это фермерская порода ирландцев. Она многофункциональна. И пастух, и охотник, и защитник дома, и нянька детям. Все в совокупности. Поголовье очень сильное в стране. В Перми четыре питомника, которые конкурируют друг с другом не на шутку. Вот эта конкуренция, она позволяет уровень кэри пермских держать на высоте на скучку. Совершенно верно. И наши собаки, выезжая в другие города, как правило, выигрывают там, у других кэри-блютерьеров. Я правильно понимаю, что наши щенки разъезжаются по стране? Наши щенки разъезжаются по стране и попадают за рубеж. Когда я их глажу, ощущение, что ты гладишь каракуль. Это генетически закреплено в породе. Это обусловлено стандартом. Мягкая, волнистая, шелковистая шерсть голубого окраса. Вот голубой окрас – это вообще отдельная история. Я очень удивилась, узнав, что они вообще рождаются черными. Это правда, они рождаются действительно черными. И к полутора годам по стандарту кэри должен уже пересвести или иметь первичные какие-то признаки перецвета на голубой окрас. Бывает так, что они не становятся голубыми? Бывает. Но крайне редко это садное явление. Такие собаки отбраковываются из-за разведения. Вот ваши собаки, они как с картинки. Ухожены, подстрижены, великолепно выглядят. Трудно вообще этого добиться? Кэри достаточно простых содержаний. Рекомендуемая стрижка раз в полтора месяца, можно чаще. Если кэри регулярно выставляется на выставках, допустим, каждую неделю. Стрижем каждую неделю, то все равно же что-то подравнивать. Мыть один раз в 10 дней. Мне очень нравятся вот их замечательные бороды. Судя по подвижности, кэри вообще везде сует свою морду, потому что им все интересно. Как ухаживать за этой бородой? Мыть каждый день? Ну, у меня собаки кушают сухой корм, борода в принципе сухая. А если кормить кашей, с мясом, то да. Мыть каждый день. После каждого кормления, да. Кэри прекрасно понимают все бытовые команды. С возрастом любая порода становится не только умной, еще и мудрой. И кэри не исключение. Смотреть на них можно очень долго, потому что каждый раз открываешь какие-то свои прелести вообще в экстерьере этих собак. Мне очень нравятся уши кэри. Рекомендуется кэри-блютерьером ушки подклеивать в 3 месяца. Так же, как Эрдель-терьером, как Фокс-терьером. Ухо должен все-таки смотреть в наружный угол глаза. А их хвосты? Хвосты все-таки я рекомендую купировать. То есть вот у вас собачки скупированными? Один из них у вас, который большой кабель, но с некупированным хвостом. И мы сейчас очень жалеем, что этого не сделали. Все-таки ему мешает эта длина хвоста. Насколько отличаются цены на шоу-класс, например, или просто собака для души? Кэри-блютерьер порога недорогая. Средняя цена 15-20 тысяч рублей. Но это очень доступно на самом деле. Да. Я горжусь каждой минутой все больше и больше, с кем я гуляю по лесу, какие лапы рядом. Они все высокопородные, все чемпионы и все являются эталонами красоты кэри-блютерьера. Айл Кэзи Хэвид – гапочка. Она у нас юный чемпион России, чемпион России. Она выведена в инбридинге на свою прапрабабушку. Прапрабабушка встречается три раза в ее дослове со стороны мамы. То есть это идет линейное разведение. В общем, я думаю, что она будет шикарным производителем в этом плане и будет давать именно свой тип. У меня все кэри-однотипные. Я только не знаю, конечно, как у вас это получается, но я понимаю, что всех там. Вы на лицо все здесь. Нет, почему я с вами занялся, делюсь очень откровенно. Если кто-то захочет сделать питомник, он может к вам смело обращаться. Вы поможете советам. Поможем, всецело. Михаил Юрьевич, я думаю, что не только женщины, но и мужчины способны по достоинству оценить качественные кухонные принадлежности. У нас замечательный партнер нашей программы, сеть магазинов «Посудный ряд» приготовил для вас подарок. Это набор всяких приспособлений для барбекю. Я думаю, вы оцените его по достоинству. Держите, пожалуйста. Спасибо большое. Это очень приятно. Готовить умею, готовить люблю. Наша замечательная прогулка в лесу с корреблютурерами подходит к концу. Это удивительные собаки. Они мне очень понравились. Я всем рекомендую обратить внимание на эту породу. И это все новости из жизни домашних животных на сегодня. И помните, если друзья и знакомые говорят о ваших питомцах, чтобы я так жил, значит вы настоящий и любящий хозяин. До новых встреч. С вами Яна Кунавина. А рядом со мной замечательная корреблютуренера. Ай, жаль, жаль, жаль. Вот даже для того, чтобы купить собаку, нужны не маленькие деньги. А для того, чтобы дети понимали, что деньги от сырости не заводятся, и придуман наш проект. Лесная биржа. Здравствуйте. Всем привет с лесной биржи. Так что ж такое биржа, Илья? Биржа – это место там, где продают или покупают акции. Еще вчера вы обещали, что вы расскажете, как это делается через компьютер. Обязательно покажу. Но для начала ты должен немножко подучиться. Где же я буду учиться? Нам в школе такое не рассказывают. А разве мы с тобой не учимся? Да нет, мы же просто сказку читаем. Читаем. Но сколько много нового ты узнал? Давай вспомним. Откуда вообще деньги появились? Для чего они нужны? Про инфляцию, про гиперинфляцию, про компанию, акации, акции. А ты что получаешь по своей акции? Дивиденды. Дивиденды. Еще много чего другого, да? Ну и мы узнаем, что такое биржа, в конце концов. А вместе с нами много нового узнали из зверей в волшебном лесу. Например, то, что акция, ну у них-то акация. Это очень полезная штука. Бобер, я тоже хочу купить акацию боберой компании. Продай ее мне. Я тоже готова 10 желудей заплатить. У меня только одна акация осталась. Я вторую продал одному моему хорошему знакомому. И он уже стал помогать боберы компании дельными советами. Вон, у енота, спросите. У него две акации. Енот, продай мне акацию за 10 желудей. Вот еще, акацию ешь продал, потому что переехал. А я уезжать не собираюсь. У меня половина бобер компании. И на каждую акацию мне дели деньги платят. По два желудя. Зачем мне продавать-то? Хорошо, давай так. Я тебе 10 дам, да еще 4 желудя. Будто ты уже за два следующих года дели деньги, получишь 14 желудей. Как вы считаете, ребята? Интересное предложение получил енот. Стоит ему продать акацию боберы компании за 14 желудей? Как ты считаешь, Илья? Да. Эх, давай, медведь, за 15 желудей, чтобы число красивое получилось. И медведь у енота купил акацию за 15 желудей? Да, купил. Ура! Теперь моя акация стоит 15 желудей, а ведь еще вчера она стоила 10. Рубрика создана при поддержке группы компаний «Кастом Кэпитал». Осень – самое тяжелое время для пермяков, так утверждают психологи. А в этом году к привычным постотпускным и учебным стрессам добавились еще и кризисные. Все большее обращение связано с потерей работы и семейными конфликтами из-за отсутствия денег. Репортаж «Не дай вам бог сойти с ума» смотрите «Вечерние вестники» в 19 и 21.00. Вот если вы понимаете, что вам в жизни не хватает перца, соли и чего-нибудь такого остренького, а врачи говорят «ни-ни», не отчаивайтесь, вы всегда можете влюбиться. Погода шепчет об эту пору, взяв любимую за руку, хорошо гулять в парке и думать о том, что все проходит и только чувства вечные. Ну вы, мужики, меня понимаете, а чувства вообще. Между прочим, у влюбленных холестерин понижается без таблеток, так что в медикаментозных целях очень советую, практически рекомендую. Ну что ж, а теперь настало самое время поздравить с днем рождения замечательного человека. Невероятно умного товарища с юбилеем! Сергей Васильевич, дорогой, все телекомпании поздравляем, желаем, любим, верим, что самое лучшее у тебя точно впереди. Пусть работает все легко, завтра все равно пятница. Вот такие вот дела. Здорово, что вы были с нами! Ну что, сегодня в Пермь вернулось бабье лето. Температура воздуха плюс 9-10 градусов. Облачно, но без осадков. Атмосферное давление выше нормы. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...